доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом видео хочу вам рассказать о своей очередной работе над процессом которым я работаю но в первую очередь хочу поблагодарить всех кто смотрит мой канал продолжает меня смотреть пишут комментарии я всем благодарна не обижайтесь что не отвечаю потому что меня захватило сейчас мне хочется вышивать и вышивать и процессы у меня немножечко приумножаются поэтому они небольшие но хочется их заканчивать сразу но в то же время и хочется для вас снять какое-нибудь видео рассказать о чем я занимаюсь поэтому хочется время сэкономить и больше уделить процессом но я всех комментариях все комментарии читаю всех благодарю за то что вы продолжаете мой смотреть канал над каким процессом сейчас я работаю помните я покупала вот такую вот косметичку это вышивая иголочка по моему если я не ошибаюсь один раз я заказала на этом сайте это сайт московский но я так понимаю что весь товар с украины поэтому вот такую работу я заказывала ко мне идет и сейчас еще один заказ но это уже иголочка коми с украины там я расскажу и покажу вам какие покупки я выполнила но этот это косметичка этот заказ мне пришел давно и он у меня лежал хотел очках вот ожидал процессы вот посмотрите вот так выглядит косметичка не подумайте что я страдаю неимением косметичек у меня их очень много но мне так понравился вот этот вот узор который изображен на этой косметичке и мне понравился отшив я решила попробовать потому что ко мне идет сейчас кошелечек в будущем я хочу рюкзак я уже приметила бросила его там в свои хотелки обязательно буду покупать и отшивать поэтому я решила попробовать с очень маленьких таких изделий посмотреть как будет работа вообще осуществляться и понравится ли мне такой как бы процесс и так это у нас тела артис фирма вот так вот выглядит артикул и сама косметичка называется саложир там есть несколько видов тоже в хотелки себе бросила но это будет попозже и так в комплект шла сама косметичка вот такая картинка и вот рекомендованные цвета которые это у нас прециоза чешский бисер и одно единственное вот этот бисер я сразу не смогла заказать на бисеринка . ру по моему там где я весь бисер заказывала ну я пошла в магазин и его нашла вот именно вот этот номер это у нас 38 319 вот правильно сейчас увидела покрупнее и обратила внимание что это вот нижний у меня его верхний подчеркнула так ну ладно не суть значит видите здесь у меня лежат инструменты я опробировала опробовала вот этот вот аппликатор мне очень понравилось им работать но клеила я стразы swarovski 1 не знаю как будет клеится вот эти вот корейские стразы которые я купила номер вышивки они очень классные такие все светятся изначально я думала что буду оформлять именно этими стразами косметичку но там диаметр больше кто заинтересуется номерами вот именно по этой вышивки я заменила вот этот вот номер на другой потому что он мне не понравился выглядит он вот так сейчас я его найду вот так вот он выглядит он не зеленый но немножечко бьет в такую морскую глубину и я его заменила на вот такой вот оттенок мне захотелось почему-то блеск это 57 710 вот в основном цвета я те же оставила но есть некая такая как бы нюанс такой значит вот я процесс не готов у меня я хочу с вами как бы поделиться и своими мыслями и идеями потому что как идет сама косметичка рассказать впечатление полностью о самой заготовки как она выглядит поподробнее может быть кто-то заинтересуется может кто-то захочет подарок такую косметичку изнутри она очень качественно пошита ткани цвет ткани меня порадовал я люблю такие яркие цвета и несмотря на то что здесь могли и бежевую но вот она с этим цветом очень сочетается край здесь обверложен что тоже очень спасает в работе потому что рука постоянно запущена под подклад и помогает вышивать бисер по поводу ткани ткань очень классно она протыкается очень легко одно единственное что узелочки нужно делать чуть-чуть побольше для того чтобы или закрепки для того чтобы не проскакивала прокалывается очень легко иголки я использую от наборов которые вышивала фонарик от матрюнин посад они очень острые и бисеринки хорошо входят и вот значки вот так вот выглядят значочки вот этот сам цвет который я заменила я думаю что вот такой цвет он смотрелся бы немножко простенько вот на этих участках без блеска вот поэтому я взяла вот именно который имеет и такой вот блеск и по значкам вот не буду отвлекаться значит значки значки очень четкие вначале я не могла понять какой цвет да вот потом исходишь от того что вот темнее светлее и есть еще более светлый вот этот это белый вот и есть участки которые не имеют допустим вот значков вот здесь вот идет рисунок так отпечатан я вот сейчас практически заканчиваю процесс и вот я так когда завершаю ниточку закрываю молнию и смотрю сдалека в общем на косметичку что же можно еще добавить то есть вот эти участки которые были не заполнены значками от производителя я решила что мне вот в самой косметичке очень понравились вот эти фрагменты здесь были значки и они идут вот именно конкретно с сочетанием такого темного синего цвета и метод сочетание очень понравилось оно действительно откликается с тем направлением стилистики самой этой косметички и вот эти участки когда они не выполнены они яркие красивые но мне почему-то захотелось их также продолжить и вышить отшить вот так же я сделала здесь внизу вот как выглядит сам участок который не отшит я считаю что все-таки когда он идет с бисером он более объемный более ярко выраженный бисер здесь не сидит так часто как вот в этих участках поэтому он как-то играет совершенно по-другому я не пожалела что эти участки тоже отшила здесь конечно было не закончено до молнии так как производитель оставляет это место для под пришива самой молнии видите здесь вот эти участки они не имеют вот этих значков но я закончила потому что смотрится как-то ну не закончено здесь спокойно можно подлезть и несмотря на то что последние бисеринки отшиваются молния запас самой вот этой ленты на которой сидит молния на достаточная поэтому закрывается молния очень легко и без затруднений изначально прежде чем приступить к этой вышивке я пошла прикупила вот этот цвет бисера который вот я ошибочно там написала так 38 319 вот на этой бумажке которую я вам показывала это 38 319 вот этот вот я купила так надо вычеркнуть это будущее может быть кому-то пригодится мне понравился этот оттенок я прикупила значит докупила материалы чтобы начать вот эту косметичку все остальное по ключу кроме вот этого цвета который я заменила здесь производитель дает два варианта я так понимаю что возможно есть полупрозрачный здесь серединка закрашена цвет такой пыльные розы очень красивый оттенок за счет того что серединка только прокрашена бочка прозрачные идет такой прямо объем огромнейший и мне так понравился этот цвет когда я стала уже отшивать я почему-то подумала почему же производитель вот здесь на самой вот эти вот участки вот этот вот весь участок он почему-то выглядит более насыщенным и более темным здесь вообще абсолютно вот белая да здесь вот бежевая но на самой картинке более четкой и более выражена когда ты покупаешь и смотришь на картинку тебе нравится этот вариант и здесь вот видите темнее что здесь более коричневый более красный непонятно но возможно здесь более насыщенной краски но на самой работе вот эти участки они бежевые телесного цвета в тон вот этого оттенка это красиво но возможно ну как бы для меня возможно это не очень ярко когда я купила вот этот бисер я прикупила пошла и купила вот три стразины такие они у меня здесь пришивные это стразины сваровски мне понравилось что они такие видите выпуклые с такими гранями и мне хотелось углубить немножко цвет потому что само темного цвета здесь мало вот этот только участок и захотела чтобы вот эти серединки они по схеме пустые но я захотела чтобы здесь были камни вот это уже идут камешки термокамни которые я приклеивала вот этим аппликатором нашла насадку мне понравилось как все приклеилось но сами сваровские камешки у них основа хорошая поэтому я никаких сомнений нет что они отвалятся по сравнению с вот этими потому что эти я еще не приклеивала и не могу сказать точно как они вообще в носке будут они могут приклеиться но впоследствии от того что будет двигаться ткань возможно они могут отклеиться потому что вот здесь клеевая часть она черная вот такой как некий такой кусок ткани она с этих пришла на этих стразинах а у них светлая основа и при нагревании она очень хорошо садится на ткань вот остался мне небольшие вот эти два цветочка участок и вот этот вот элемент который я пришью и косметичка будет готова поэтому хотелось я так посмотрела на заготовку думаю если я покажу готовую работу то человек который захочет купить такую косметичку он не будет в курсе что зашиваются только те участки которые даны на схеме но я выполнила еще дополнительно возможно будет разница результат я решила дай-ка я сниму покажу как выглядит сама вот заготовка с этими значками и что дополнительно я еще закончила на обратной стороне этой косметички почему я думала не показывать сразу вам готовый результат а как бы немного свои размышления рассказать на видео указать на это потому что на обратной стороне этой косметички нет абсолютно никаких значков возможно кто-то скажет ну и пусть будет пусть одна будет как лицевая часть а другая пусть будет как изнаночная часть но мне нравится вот этот вот бисер который ложится и создает вот этот вот объем и плюс мне еще нравится какой был какой была дана картинка для вот этой вот косметички что вот этот темный эффект он более ярко выраженный и более красивый симпатичный у меня возникла мысль почему раз почему бы не сделать так раз мне нравится этот бисер сделать вот эти вот участки которые есть полностью сделать этим темным бисером ну а эту середину либо повторить так же либо выбрать из своих запасов более темный но мне нравится что он такой полупрозрачный и я так подумала не выполнить ли мне вот эти вот участки темным этот заменить на более темнее здесь выполнить более беж и если я остановлюсь на этом и сделаю именно так то мне придется также камни купить потому что эти запасы которые у меня есть они по диаметру совсем крохи и если их приклеить здесь будет очень большая пустота смысл бисером вокруг пришивать тоже не нет здесь уже не будет так посажены например вот эти вот дорожки такие шашечки красивые которые очень мне понравились но они будут выглядеть точно так же как именно вот с этой стороны мне этот эффект тоже очень нравится бисер не сидит рядышком друг возле дружки но создает на ткани вот такой объем и подчеркнется именно вот это вот такая вот рябость да и в то же время вот здесь вот эти вот цветочки мне очень нравится бисер который я заменила вот я сейчас думаю над этим сделать ли мне так как мне хочется и будет ли это хорошо что на одной стороне косметички она более светлая а на другой она будет более темная получается что как бы косметичка должна быть пошита из одной ткани но на самом деле здесь будет более светлый результат а здесь будет более темный вот у меня как бы мысли сейчас пока я вот довышиваю вот эти участки крутится и здесь например я бы выполнила цветочки на той стороне повторила бы вот этим по цветам а здесь бы я бы заменила на какой-нибудь более яркий и либо этот же зеленый ну чтобы подчеркнутость вот этих точек немножечко была более яркая и вот этот результат вот этот эффект вот этого бисера который имеет такой вот он вроде как бы стеклянный но серединка прокрашена здесь он насыщенно коричневатый такой кофе да какао даже кофе какао но на самом деле он цвет пудры и он очень красивый и мне очень он понравился я если бы знала что так вот будет здесь светло то я бы сразу бы выполнил этот вариант который мне пришел на ум ну а теперь я все таки закончу свою лицевую часть и за это время буду думать как же все таки я это выполню потому что не уверена будут ли ложиться у меня бисеринки так красиво как ложатся когда есть значки потому что здесь никаких нет обозначений а иголка все равно когда-то ты берешь побольше шажок другой раз ты берешь поменьше дабы бисеринки ложились ровненько я думаю что здесь нужно будет приноровиться я конечно возможно попробую на каких-то сначала вот на этих участках я так думаю а потом уже посмотрю как пойдет ну и покажу вам уже готовый результат посмотрим что у меня получится так завершила я первую лицевую сторону которая была отшита так как рекомендовал производитель и все таки не оставили для меня мысли изнаночную сторону то есть самой косметички хотя она двухсторонняя будем я так считать вторую сторону которая отшила я уже так как я хотела по цветам значит те цвета которые мне понравились цвета какао я выполнила вот эти вот участки которые идут в большом количестве бисера здесь я повторила так же как на той стороне за исключением того что вот этот бисер был куплен он совершенно другой другого оттенка дополнительный тот который я решила что нужно этот участок этот фрагмент сделать более темным я переживала что я не смогу отшивать именно по вот этим полосочкам без значков в принципе получилось довольно таки неплохо ближе покажу как выглядит сам участок который отшит более темным цветом цветом какао здесь я заменила поменяла вот эти цветочки с той стороны они бежевые и здесь я их выполнила зеленоватым оттенком добавила вот эти вот участки отшила и вот эти контуры сделала более темными в тон вот этого оттенка также и вот с этой стороны страз таких не было как с той стороны мне пришлось выбрать стразы здесь немножечко другого оттенка они всеми радужные называются они всеми цветами перекликаются поэтому здесь четко такого нет направления в цветах и здесь в тон как с той стороны мелкие у меня есть вот по идее эта сторона симпатичная как мне кажется как и лицевая часть которая идет с этой стороны от производителя вот так выглядит более светлая сторона которая дала дана вот таким бежевым оттенком то есть это два таких фрагмента центральных которые по количеству бисера самые большие здесь я не отшивала вот эти участки как было на схеме со значками все остальное и вот здесь не было значков здесь я уже сама отшивала здесь у меня бисеринки а с этой стороны которая я считаю что я сшивала по своему дизайну здесь я прикрепила стразинки китайские я прошлый раз ошиблась называла их корейскими они китайские а вот эти стразы они стразы эти пришивные большие которые это сваровские и вот эти мелкие зеленые я их заменила серединки на зеленые чтобы немножко была разница а здесь оставила светлые как и с этой вот стороны вот такого оттенка по идее если на нее смотреть быстрым взглядом со всех сторон кажется что она одинаковая но если приглядеться вот эта сторона более насыщенная по идее вот как было на картинке я думаю что там было сфотографировано вот с таким вот направлением света здесь эти части кажутся более темными возможно там вот этот бисер другого направления матовые поэтому она там смотрится более темно или скорее всего насыщенные краски когда делалась фотография закончена моя работа мой процесс после того как я ее завершила я прогладила прострочила выполнила строчку и ее прогладила я наполнила ее тканью мягкой чтобы она была пушистая вот так вот она и осталась с изнанки прогладила ее вывернула ее полностью вот так на изнанку и распарила и разгладила она довольно таки хорошо все выгладилась потому что бисер он все равно ты стараешься чуть-чуть подтягивать чтобы не было этой стянутости вот на самом деле работы здесь немного если вышивать так как предлагает производитель только эту сторону здесь можно отшить за два денька там по несколько часов потому что отшивается легко но у меня заняло время на то чтобы пойти еще раз купить вот стразы вот и приклеить их ну и здесь я вот этот боковой центральный и вот эти я отшила за один вечер а эти я уже отшивала в последующие два вечера по немножко буквально ну вот такая была косметичка у меня от фирмы тела артис я считаю что довольно таки хорошо получился результат мне нравится она конечно сама по себе мягкая того что она открывается очень раскрывается широко вот конечно если была бы вот такая форма было бы очень замечательно тоже красиво таких у меня нет широко раскрывающихся косметичек но для таких вот каких-то набросать мелочевку здесь как бы пойдет такая косметичка здесь видите полукруг поэтому здесь невозможно было приклеить ничего не пришивное полукругов я таких не искала вот такая работа кстати я недавно сидела на сайте пен интерес нашла откуда производитель взял такой фрагмент покажу немножко я увидела прямо те же элементы что я и вышиваю вот так вот идет участок который производитель взял на саму вышивку вот эти вот участки взяты на косметичку я даже была поражена потому что если была бы такая вышивка в форме какого-либо там не знаю подушки или еще что-либо мне очень нравится этот эффект такой аложирский узор симпатичный я даже поняла откуда производитель это взял для заготовки ну можете написать в комментариях какая вам сторона больше нравится первая которая предлагает нам производитель либо вторая которая отшила я стали ли бы вы отшивать вторую сторону стоит ли отшивать и заморачиваться когда сама косметичка могла быть с одной стороны не отшитая ну на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока до новых встреч